Итак, вот вы решили стать андроид разработчиком и встаете перед выбором с чего же начать. Здравствуйте, это проект Maboo. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что вам делать, если вы хотите стать андроид разработчиком и как сделать так, чтобы вы не тратили много времени на начальном этапе обучения, чтобы сразу приступили к эффективному обучению. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак вот, вы решили стать андроид разработчиком. Что же вам нужно? Вам нужно понять, как работает андроид приложение. По факту вам нужно научиться самым базовым вещам. Вам нужно понимать, из чего состоит проект андроид приложения, как он создается, как представлены экраны, как переходить между экранами, как передавать данные, как совершать определенные, как обрабатывать события от пользователя. То есть все такие, нужно знать все такие базовые вещи. Ну и плюс, конечно же, нужно знать основы создания дизайна для мобильных приложений. О чем я говорю? Вы должны уметь хотя бы просто создавать внешний вид мобильных приложений, например, кнопки, текстовые поля, различные переключатели и обрабатывать взаимодействие пользователя с этими полями. Я на прошлой неделе выпустил бесплатный открытый курс, состоящий из двух больших уроков по основам андроид. Этот курс закончен, то есть это по факту два больших урока. Они уже есть все на канале, и если вы хотите начать с андроид разработки, я вам предлагаю изучить эти два видео. Ссылка на эти два видео есть также в описании под этим видео. Но для того, чтобы стать более эффективным андроид разработчиком, чтобы не тратить много времени, чтобы иметь возможность проконсультироваться, чтобы получить ответы на свои вопросы, чтобы в дальнейшем двигаться в правильном русле на пути к профессии андроид разработчик, чтобы вы могли эффективно обучаться и изучить не только основы, а изучить владение всеми технологиями, которыми пользуется андроид разработчик, я вам предлагаю записаться ко мне на обучение. Ссылка на курс есть в описании под видео. Вы можете перейти к изучениям основ андроид разработки, но для того, чтобы их эффективно освоить, и эти два видео пройти эффективно, вам нужно, во-первых, в обязательном порядке установить андроид студию и попытаться запустить пустое мобильное приложение. Даже можете не пытаться запускать, просто установить андроид студию и все. По поводу запуска, создания проекта, об этом я рассказал в первой части основы основ андроид. То есть, по факту, вам нужно установить андроид студию, да, и только эта среда разработки. Никакая другая среда разработки нам совершенно не подходит. И было бы неплохо, если бы вы изучили основу языка Kotlin. То есть, самое основное. Переменные, работа с переменными, функции, циклы, массивы и опы. То есть, объектно-ориентированное программирование на языке Kotlin. Этого хватит для того, чтобы начать изучать основы андроид. Но даже если вы это не изучите, то тоже не беда, можете без изучения основ Kotlin переходить к просмотру уроков по основам андроид. Вы также все поймете. Потому что платформа андроид меняет обычный Kotlin под цели андроид-разработки. И даже не зная основ Kotlin, вы все равно все поймете. Но я вам опять же предлагаю записаться ко мне на обучение. Потому что с первой недели я там и показываю, как установить андроид студию. И изучаемые основы Kotlin в том объеме, которые нужны для того, чтобы начать разрабатывать под андроид. И на той же первой неделе вы можете посмотреть основы андроид. И не просто посмотреть, а еще и задать мне вопросы и со мной проконсультироваться. Если что-то вам будет непонятно, я для вас сниму личное разъяснительное видео. Но опять же, если вы записываетесь на обучение по пакету премиум. И так вот, еще раз. Для того, чтобы начать изучать андроид-разработку, вам нужно изучить основы андроид-разработки. Два видео я снял. Курс закончен этот. То есть вы можете смотреть на канале эти два видео. Чтобы более эффективно пройти их, вам, во-первых, в обязательном порядке нужно установить андроид студию. И если есть, хотите, по возможности, можете пройти основы синтаксиса языка Kotlin. После этого вы изучаете основы андроид. Как вы изучаете? Смотрите, повторяете все за мной видео. Формируете свой образец кода и в отдельный проект, или как-то в текстовом формате оформляете. Чтобы, например, мы изучаем, как передавать данные между двумя активит. Вы повторили за мной, у вас все получилось. Повторили еще раз, у вас все получилось. Сохраняете этот проект как передача данных. И оставляете себе в коде комментарий, что для чего нужно сделать. Какая строчка кода за что отвечает. После этого вы сохраняете себе этот проект. Если в дальнейшем вам нужно будет в каком-то мобильном приложении передать данные из одного активителя в другое, вы уже знаете, где у вас взять образец кода. У вас есть уже ваша заготовка. Вы берете, копируете код, вставляете свой проект, модернизируете под коммерческий проект, который вы его вставили. И все, у вас код рабочий. То есть, это ваша уже такая заготовка. Вот так нужно подходить. Потому что все запомнить вы сразу не сможете. И очень долго и в дальнейшем в вашей практике вы многие вещи также помнить не будете. Нужно понимать, где вы можете взять образец кода, где вы можете взять вашу наработку. Например, в iOS разработке вот такие наработки называются сниппетами. И все, вы изучили основу Android. Что делать дальше? Дальше вам нужно изучить построение UI интерфейсов мобильного приложения под платформу Android. То есть, вам нужно изучить библиотеку Material Design, в которой предоставляют различные переключатели, продвинутые, красивые кнопки, различные выезжающие панели, просто actions бары, различные навигационные меню. Все это поставляется в библиотеке Material Design. Тут уже вам нужно в обязательном порядке прийти ко мне на курс, потому что я это разбираю в своем курсе на второй и третьей неделе. Ну и в дальнейшем у нас идет по нарастающей дальше изучение такого виджета важного, как RecyclerView, который позволяет создавать динамичные списки. Затем мы изучаем базу данных на устройстве, потом базу данных на сервере, работа с сервером через API, через библиотеку Retrofit. Потом мы изучаем и архитектурный паттерн и VVM. Когда мы берем данные из сервера, мигрируем их в локальную базу данных и уже работаем в локальной базе данных, уже по архитектурному паттернам и VVM. Ну и далее все вещи, которые связаны с написанием кода при создании Android приложения, мы разбираем все технологии, которые используются. Так что если вы хотите оперативно все-таки выучиться на профессию Android разработчика, я рекомендую записаться на курс. Цель этого видео была в следующем. Рассказать, что вот этот курс по основам Android он закончен. Можете смотреть два видео. Также в этом видео я хотел рассказать, что в идеале для того, чтобы протеять основу Android, вам нужно посмотреть на основу синтаксиса языка Kotlin и установить, конечно же, Android Studio. И также целью этого видео я хотел вам также рассказать, что делать после изучения основ Android. В общем, это в принципе все, что я хотел вам рассказать. С вами на связи был обучающий проект Mabu. До встречи в следующих видео. Всем пока.